Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Улправда.ру. Это проект Кухня и с вами я, его ведущая Наталья Медончева. Сегодня мы поговорим о том, как важно уметь не только готовить, но еще и управлять заведением. И для этого мы пришли в Гастро Бар Бифо, где Антон Ивницкий, бренд-шеф ресторанного холдинга «Матрешки», поделится своими талантами и своими секретами. Антон, здравствуйте. Добрый день. Антон, ну ни для кого не секрет, что вы не только бренд-шеф всех заведений, которые входят в холдинг, но также вы управляющий Гастро Бар Бифо и совладелец ресторанов. Где вы берете столько сил и вдохновения? Тут без вариантов, как говорится, остается вдохновение, мне это нравится, мы это любим, это наше детище, наш холдинг, наши рестораны, и мы, нужно детей, находим время, находим силы, поэтому это наше детище силы, черпаем сами себя, ободрим себя. Вы обучаете не только свой персонал ресторанного холдинга «Матрешки», но и персонал города Ульяновска. До чего уж греха таить и всей России, по сути? На самом деле я не слежу за собой, куда я там выхожу, в каких проектах. Я участвую по России в многих достаточно крутых проектах. В том году я был спикером «Гастрит», в этом году второй год подряд меня пригласил «Завтрак шефа», довольно крутые ребята, довольно крутой проект, пир. Ну, то есть какие-то такие большие площадки, я там участвую в этом году. Вот мне онлайн-школа «Простав» пригласили преподавать. Это для меня тоже опыт. Онлайн – это немножко другое, когда ты не видишь человека, ты не так контактируешь, скажем так, физически, визуально. То есть тоже опыт. В «Матрешках групп» не только я один обучаю, на самом деле у нас большая команда, управляющая компания, и мы все занимаемся своим направлением. Я больше, естественно, нацелен на кухню, обучаю кухне, шеф-поваров, а не дальше обучаю свой персонал. А что же еще тогда в ваших компетенциях, как бренд-шефа? Как бренд-шефа – создание меню, проработка, написание блюд, приготовление блюд, их внешний вид, экономика, то есть мы должны зарабатывать, естественно. Поиск поставщиков, поиск оборудования, поиск цена-качество, обучение персонала именно шефом-су-шефов, выстраивание системы на кухне. Потому что я как шеф, бренд-шеф, создавая блюдо, и передаю его на кухню, я должен быть уверен, что я сейчас разверну всю еду, и завтра, послезавтра, в течение какого-то времени наш гость будет получать такое же блюдо. И ребята, которые стоят за плитами, я должен понимать, что они смогут это повторить. Что они это поняли. Они это поняли, это могут повторить, для них это все понятно. Поэтому есть у нас система на кухне, которая на самом деле сложная, если честно. Она сложная в первое время, если вы с этим не работали. Сейчас у нас все в жилах уже, и все идет на рельсах. Вот постановка системы, обучение, прописание, это все тоже входит в мои обязанности. Естественно, как бренд-шеф, я обязан ходить и общаться с нашими гостями. Я должен получать обратную связь. Я должен общаться с нашим персоналом, получать их обратную связь. Все ли хорошо, все ли нехорошо. Иначе мы не сможем менять меню и как-то исправлять блюдо, сервис, все на свете. Часто получаются позитивные или негативные отклики? Столб вот перевешивает. Есть и позитивные, есть и негативные. В нашем случае можно радоваться, что больше позитивных, иначе мы вряд ли бы в городе разрастались. Естественно, есть негативные отзывы, без них никуда. Мы не опускаем руки, мы не расстраиваемся. Для нас это школа, для нас это, скажем так, мотивация быть лучше. Потому что с каждым негативным отзывом мы не просто слушаем. Мы его разбираем досконально до косточек и делаем так, чтобы этот негативный отзыв затем стал положительным. Вот в этом мы, скажем так, наш плюс. А если кто-то делает ошибки в блюде или что-то, еще его как-то наказываете? Ну нет. Если у нас персонал сделал ошибку в блюде, мы опять же это разберем. Почему он это сделал? Возможно, я в свое время неправильно преподнес до шефа, либо до кухни. Возможно, шеф неправильно преподнес. Возможно, человек не прошел аттестацию. То есть сначала мы копаемся как в верхушке, сколько в таком управлении, копаемся в себе. Что-то мы, возможно, не дали человеку. Может, мы ему дали не ту сковородку или не объяснили, какую сковородку надо брать. Как надо готовить. И сдал ли вообще человек аттестацию. Если с этой стороны все хорошо, есть человеческий фактор. Есть куча моментов, скажем так, очень много, которые могут повлиять. Мы это все разбираем, проверяем, работаем с человеком, объясняем еще раз, показываем. Показываем ту сковородку, на которой надо готовить. Если все-таки дело в человеке, и он не заинтересован работать, и он к этому относится, ну, как солдат с пусть уж бойдет, ну, вряд ли человек будет работать в нашей компании. Будет тяжело. Мы, скорее всего, с ним дадим шанс, но, скорее всего, расстанемся. Антон, какая самая сложная задача перед вами стоит, как перед управленцем? Как перед совладельцем и управляющим заведением? Самое сложное, наверное, это ответственность. На самом деле, наша ответственность, нашей команды, моих партнеров перед городом, перед нашими сотрудниками, перед нашими гостями. Потому что мы о себе там заявили, мы показали, что мы хотим, что мы можем. И вот эта ответственность, не уронить эту планку, она очень, ну, очень такая, прям весомая. Вот то, что может им сказать, боюсь, не могу сказать этого слова, ну, близко к этому слову. Мы хотим, чтобы наши сотрудники работали в крутых ресторанах, чтобы это была самая крутая команда. Мы хотим быть рестораном-холдингом номер один и с нашими амбициями не только в городе Ульяновск. Ну, ваши амбиции заметны, потому что вы открываете очень много заведений, и это буквально в течение какого-то короткого промежутка. Открыть заведение, это нужно разработать концепцию, маркетинг, пиар-стратегию, все продумать до мелочей, посуда, интерьер и все прочее. Это позитивное событие, позитивное событие для ресторанного холдинга, для ваших гостей, вы получаете позитивные отклики. А вот другая история с закрытием ресторанов. Вот буквально на днях гастробанк Дефо закрывается, к сожалению. Вот что вы чувствуете, каково это закрывать свое детище? Что мы закрываем этот проект, очень печально. Печально терять эти эмоции, но радостно мы уже свою историю написали данным проектом. Я думаю, что в Ульяновске Дефо будут помнить долго. А радостно то, что мы пишем дальше историю, мы меняем формат, мы хотим сделать его еще лучше. Мы не стоим на месте. Вот на самом деле вот этим закрытием и открытием нового проекта мы хотим сказать, что мы не стоим на месте. Что мы, как бизнесмены, мы хотим работать в долгую. Мы хотим не просто собирать деньги, продавать что-нибудь, собирать деньги. И все на этом, все хорошо, быть такой в зоне комфорта. Нет, мы хотим давать городу новый продукт, мы хотим давать новый концепт интересный. Я вам так по секрету скажу, входят слухи, что у нас тут все плохо и мы Дефо закрываем. Это не так. Это слухи. Закрывать Дефо, потому что все плохо и открывать параллельно два новых проекта, это как-то нелогично на самом деле. Когда будет открытие нового ресторана? Мы себе поставили сроки месяц, максимум полтора. То есть в мае, с середины мая мы уже распахнем наши двери, показать новый проект. И я вас уверяю, вы удивитесь, в приятную сторону это будет другой проект. Грузинская кухня, я надеюсь? Конечно, у нас очень мало в Ульяновске открывается грузинских. Какой самый любимый продукт, из которого вы готовите всегда, все и везде и готовы его рекомендовать всем? У меня был один период в жизни, для меня был любимый, он и сейчас для меня на самом деле, любимый продукт. Я просто немножко переключился от него, это была свекла. И в городе были постоянные гости, кто меня знает, всегда все шутили надо мной, что, слушай, как ни новое меню, везде свекла. То есть у Антона Министки есть свекла. То есть ни мяса, ни рыба, а и ни свекла. Да, была свекла, я считаю, это очень крутой продукт, который недооцениваем. Я вообще люблю продукты, которые мы недооцениваем. Это связано, естественно, с нашим прошлым, именно как государство, где мы росли с советским временем, что свекла, гречка была везде, это была повседневная еда, дешевая еда, то есть ее варили. И воспоминания о ней не очень там... Особенно у советского человека. И мы поменяли мировоззрение на перловку и на гречку в ресторане «Матрешка». У нас есть гарнир, который продается очень хорошо. Здесь начали есть свеклу, морковь. То есть вот такие вещи я очень люблю. Там диафрагмы, зубная железа. Работа с вещами, на которые мы вряд ли бы, как потребитель, обратили бы внимание. Мне нравится давать продукты вторую жизнь. Нет ли у вас такой черты, как, так скажем, немножко своровать чей-то вот рецепт или вот какую-то вот фишечку у кого-то? Я вот категорически против вещей, как воровать. Я за вещи. Мы, как все творческие люди, мы всегда чем-то вдохновляемся. И мы иногда сами не замечаем, что наше блюдо, мое блюдо, появилось основано на идее какого-то шефа, какого-то блюда. Продукты одни и те же. Вы же понимаете, да? То есть машины же, они все со четырех, со четырех, кажется, можно сказать, а что вы копируете? Но она у всех все равно разная. Я копирую техники, если на то пошло. Я люблю копировать техники, люблю вот какие-то, ну, переграть по-своему. Идеи я всегда ищу свои. Добавить свою ищу. Конечно. Идеи я всегда ищу свои. Ну, а у меня есть желание попасть к Антону на кухню, где он меня научит что-то вкусное готовить. А что Антон расскажет об этом сам. Сегодня меня пустили в святая святых гастробарбифо, и Антон Ивницкий приготовит. Приготовит. На самом деле мы сделаем тартар из нашего меню, то есть это закуска из тартара-таналейская, из сырого мяса. Но немножко с моим видением, с моей подачей, с моими вкусами. То есть это та история, когда вы можете взять классику и что-то докрутить свое. Мы сделаем. Что у нас пойдет? То есть пойдет мясо. А перчатки мы надевать не будем? Да, нет, мы перчатки надевать не будем. И все эти страшные истории для детей и стереотипы, что пловар обязан работать в перчатках, чуть ли не спать в них. Это все просто стереотипы. Если мы не касаемся продукта руками, и этот продукт, даже если мы коснулись продукт, и он идет в термическую обработку, то ничего страшного. Если мы касаемся продукт без термической обработки, вот здесь нужны перчатки. Есть мясо. Лук красный. А можно я перебью? А мясо, оно должно быть в таком сыром виде? Да, это тартара, это блюдо сырое. Телятина, говядина абсолютно безопасно. Добавим немного лука, он придаст такую же пикантность, хруст. Огурцы, корнишоны. Это все, что я сейчас добавляю, это все классика. Это все идет в классический тартар. Единственное, в классический тартар еще идет, хотел бы сказать, каперсы. Я их не люблю в тартаре, потому что они слишком выраженный вкус. Так, есть огурцы, есть лук, сыр пармезан, который сделает наш тартар более пикантный. Вы измеряете все на глаз? Сейчас, да. То есть сейчас на глаз. Так у нас на кухне все готовятся, у нас все тартарно все распорционировано. Либо есть измерение, как ложка, чайная ложка. То есть повара собирают тартар, не будут взвешивать 20 грамм лука, 30 грамм огурца. Мы знаем, что пол-ложки 20 грамм лука, потому что мы делали проработки. Столовая ложка, например, это огурец. Мясо, дорогой продукт у нас уже расфасован по весу. А, то есть уже все готово. Подготовка мы здесь не... здесь на кухне только доготавливаем. То есть идет сборка? Только сборка, да. Здесь 80% подготовки 20 до готовки. Итак, огурцы, пармезан, мясо, лук. В классический тартар идет желток. У нас тоже идет желток, но только этот желток мы сделали гель из желтка. Все просто. Берете желток, выкладываете его на ровную поверхность, на газ, на что-то. Отправляете в минус, он замораживается. Хорошо. Затем на дифрост, то есть в плюсовую, там на часа на 4. И он при оттайке у вас получается вот такой, какой он сейчас есть. Дальше ваши фантазии, манипуляции, насытить его вкусом, не насытить, мариновать, не мариновать, засаливать. Здесь добавим немножко бальзамик, но бальзамик будет малиновый. Здесь хочется мясу дать такую ноту ягоды. Он во вкусе потом откроется, будет интересно. Также добавим трюфельной пасты, обязательно соль, немного горчицы, оливковое масло. Ну, в принципе, осталось все перемешать. Вот трюфель можете почувствовать. Он прям, он очень мощный продукт, он очень открывается. Сейчас перед нашей сервировкой нам остается сделать самое главное, что должен делать повар. Знаете, что это? Нет, я не повар. Это попробовать обязательно. Все повара обязаны пробовать то, что они готовят. Только не путать съесть, а прям попробовать, что не хватает. Немножко солим. Немножко солим. Я не повар, но я учусь. На самом деле тартар наш готов, база. Сейчас мы займемся сервировкой. Для этого нам понадобится такая тарелка. Здесь зеленое масло, мы его делаем из петрушки, укропа и шпината. Мы его добавим в тарелку, чтобы дать яркость нашему блюду. Она уже и так яркая. Ну, все-таки тарелка сама по себе такой камень. Он темноватый, мрачный. Немножко свекольного масла. Сколько по времени примерно нужно для того, чтобы отдать блюдо? Если это мы говорим о тартаре, это 7-10 минут. Дальше. У нас есть спонж. Это микроволновочный бисквит. Такая история, скажем так, немножко молекулярная, давно всем известная. Он готовится 40 секунд. Он нам даст как вкус, так и внешний вид. Добавим наш желток. Это все удобные и довольно-таки вкусные. Здесь философия, ну, все мы едим мясо с хлебом, наверное. Ну, многие, да? Вот это играет своего рода хлеб, но это не хлеб, понимаете? Он очень легкий, он очень воздушный. И он немножко сладковатый. То есть я люблю, чтобы был хруст. Сейчас там есть хруст в огурце, в луке, но его мало. Тесто фило. Мы его запекаем желтком. Ну, используем, на самом деле, просто для такого, просто для хруста. Вот все. Ну и как же нам без зелени? Зель мы тоже засушили. Ну, в принципе, вот и весь тартар. Вот и весь тартар. Сегодня я отдала право готовить все-таки профессионалам. Сама не стала лезть и что-то там помогать, хотя, как вы знаете, я же это умею. Продегустировала. Да, я самое главное продегустировала, да. Я был в Испании, там ребята, у них лайфхак очень крутой. То есть я образовалась с тарелки, сказали, вы должны придумать под эту посуду блюдо с философией. Дали всем пластилин, и они перед тем, как делать какое-то блюдо, из пластилина в тарелке собирают то, как это будет выглядеть. То есть, насколько вы понимаете, люди к какой философии, к какой тонкости подходят. То есть даже не продукт, а именно из пластилина? Конечно, все видят. Да, и мы сидели, лепили, я из пластилина лепил десерт, все это оставлял. То есть это настолько подход тонкий, грамотный, это... То есть не думаете, когда вы приходите в ресторан, да ладно, пожаре, как я думал, в моей женщине, все нет. С вами были Наталья Медончева и бренд-шеф группы ресторанов «Матрешки» Антона Винницкий. «Матрешки групп». «Матрешки групп». Всего доброго, до новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин